Что особенно впечатляет в крымской погоде, это такая огромная разница, как мне кажется, между дневной температурой и, допустим, вечерней. Вечерами вообще у нас холодает, и мне кажется, многие люди, выходя из дома, немножко обманываются и не знают, как одеться. Поэтому могут легко простудиться. Вот только обратите внимание, заболеваемость ОРВИ выросла на 6%, например, с показателями с прошлого года. По крайней мере, есть такая информация, так ли это, мы прямо сейчас узнаем. У нас в гостях сегодня Светлана Листопад, начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот правдивую информацию, видимо, озвучил или не очень? Ну, это действительно так, но, тем не менее, мы заболеваемость анализируем понедельно, и каждая неделя, она как бы не на одном уровне остается. То есть предыдущая может быть на 6% выше, чем на аналогичной неделе прошлого года, следующая неделя может даже быть немножко ниже. Нас здесь больше интересуют именно понедельные темпы прироста, то есть насколько мы с каждой неделей выше и выше, чтобы понять, мы уже переходим в эпидемический подъем заболеваемости или все-таки мы еще пока на неэпидемическом уровне. Темпы прироста отмечаются, и это естественно для данного периода. Заболеваемость нарастает, но, тем не менее, на сегодня это еще не эпидемический период. То есть еще уровень характерный для данного периода времени, когда регистрируется порядка 5-6 тысяч случаев заболевания всецело респираторными инфекциями, в разных возрастных группах это анализируется, и для того, чтобы понимать, где, уже надо проводить первостепенные мероприятия. Когда наступает время, чтобы бить в колокол тревогу? Ну, для Крыма вообще каждый субъект, наверное, имеет свой какой-то, в зависимости от погодных условий и так далее, от температурных режимов, свои периоды. Для Крыма более характерен такой, наиболее значимый подъем заболеваемости с января и по март. Бывает двухволновой подъем, то есть вот в январе может недели 2-3 быть такой значительный подъем, потом некоторое снижение заболеваемости, и, как правило, конец февраля, начало марта еще один подъем. Но это все зависит от того, какие вирусы гриппа будут циркулировать на территории в эпидемический СИЗО. Пока неизвестно. Вы знаете, прогноз, составляется прогноз различными институтами по данным, которые они получают по циркуляции вирусов гриппа во всем мире, но, тем не менее, по Российской Федерации и более точные прогнозы можно строить, когда выделяются первоизоляторы уже циркулирующие вирусы, то есть когда первый случай гриппа именно регистрируется, эти вирусы лабораторно исследуются, и вот тогда уже будет более понимание, какие будут доминирующими, скажем так. А о том, какие будут циркулировать, да, мы знаем, этот прогноз оставляется намного раньше, потому что они будут актуальными в составе вакцин, которыми мы прививаем. Это вирусы гриппа А, H3N2 пандемического типа и вирусы гриппа В. Но, тем не менее, каждый год тот или иной штамм вируса занимает, так сказать, доминирующее значение, и в зависимости от этого сказывается на уровне заболеваемости. То есть вирусы гриппа А, они дают более высокие, такие пиковые, скажем, да, то есть в течение трех-четырех недель подскакивает уровень заболеваемости, и потом начинается снижение. От возрастной группы это зависит? Нет, будут болеть во всех возрастных группах. Вот я знаю, извините, что прибиваю, я сразу вспоминаю школьников, которые ждут карантина. Стоит ли им рассчитывать в этом году на недельку-другую, чтобы не походить в школу? Вы знаете, это действительно является очень эффективной мерой разобщения организованных коллективов, если для этого и анализируется уровень заболеваемости в разрезе организованных, да, вот школ, детских садов, и при определенном, скажем так, количестве заболевших, отсутствующих детей именно по причине заболевания уровня гриппа, руководителями организации действительно вводят карантинные мероприятия. Эффективно это не менее чем на 10 дней, то есть 10-14 дней для того, чтобы детей разобщить, и действительно уровень заболеваемости снижается. То есть 5 дней там недели недостаточно, да? Ну, как правило, нет. Как правило, нет. Хорошо, мы предлагаем, спасибо вам большое за ваши рекомендации, советы, сфотографироваться. Дело в том, что у нас есть специальная фотозона, это инсталляция, посвященная переходу на цифровое вещание с аналогами, которое произошло у нас в принципе в понедельник, и в честь этого приглашаем вас сделать фотокарточку вместе с нами. И, так сказать, очки. До свидания, аналогу.